Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Сегодня 22 июня, день, который 80 лет назад перевернул историю мирного времени нашей Родины. С 1996 года он в Российской Федерации именуется как «День памяти и скорби». А в канун этого дня по всей России зажигали свечи памяти. Акция «Свеча памяти» – одна из самых поддерживаемых традиций новейшей России. 16 лет назад ее впервые провели в Тюмени. Наша республика присоединилась одной из первых. В Чувашии, в Чебоксарах. Эта акция проходит уже более 10 лет. И направлена она была на главное – рассказать молодежи здесь, в этом святом или в священном месте, в Парке Победы, о основных событиях, которые переживали наши прадеды, деды, прабабушки, прадедушки. И через что им пришлось пройти для того, чтобы сегодня над нами было мирное небо. За годы войны на фронт ушли более 200 тысяч жителей Чувашии, лучшие сыновья и дочери, пятая часть населения республики. В темноте одна за другой вспыхивают свечи. Это огоньки памяти возвращают из небытия давно ушедшие образы. Чей-то прадед, чей-то дед, чей-то отец. У меня, во-первых, отец воевал. Воевал до 1942 года. Потом у меня детство. Алексей погиб в войну. Так что у меня впечатление, конечно, до слез. Сколько имен смахнуло с карты памяти, не дрогнувшая рука войны. Каждую минуту Великой Отечественной переставало биться 10 сердец. Свет, померкший для них, вспыхивает вновь спустя 80 лет. Члены партии и волонтеры Единой России в канун 22 июня по всей стране прессовали огненные картины войны. Эти мозаики из свечей символизируют вклад каждого региона в дело Великой Победы и объединены одним лозунгом «Помним». Это дата скорби, дата памяти по тем, кто не вернулся, и по тем, чья кровь течет в наших жилах. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. День памяти и скорби в Чувашии традиционно начался с возложения цветов к вечному огню. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней. Она вошла в каждую семью. Кто-то ковал Великую Победу на полях сражений, кто-то трудился в тылу. В памяти об их мужестве, стойкости и отваге к монументу славы возложили цветы. Акция «Помните, люди» собрала на Красной площади сотни людей. Каждому из нас есть кем гордиться и по кому грустить. В этот день мы думаем и о величайшем подвиге наших земляков, строителей сурского и казанского оборонительных рубежей, об их погибших мужьях, нерожденных детях. В целых три месяца женщины и дети каждое утро шли на окопы, неся за пазухой обед кусочек черного хлеба. В память об этих краюшках, спасших сотни людей от голодной смерти, выпущен хлеб сурский. Каждый, кто купит его, сможет поучаствовать в создании мемориала строителям оборонительных рубежей. Помня об этих событиях, мы становимся сильнее и мощнее и способны преодолевать сегодняшние вызовы. Порою эти вызовы нам кажутся очень сложными, тяжелыми, непреодолимыми. Но когда мы их сопоставляем с теми, которые были в то время, сегодняшние порою кажутся ничтожными. На мероприятии памятной медалью, посвященной 80-летию строительства сурского и казанского оборонительных рубежей, наградили Егорову, Любовь Андреевну и Николаеву Галину Матвеевну. Один последних из сил строят сурский рубеж. Ульяна Пятакова, Дмитрий Макаров, Александр Атяков, Республика. В День памяти и скорби в Республике вспоминают героев войны. В Чубаксарах прошел мотопробег в память о тех, кто сражался за Родину в бою, кто ковал победу в тылу. Старт мотопробега в Мемориальном парке Победы в Чубаксарах на изготове более двух десятков мотоциклистов. И вот он, торжественный момент. Впереди у мотоциклистов километра пути. Маршрут лег таким образом, чтобы охватить памятные места и побывать на месте будущего мемориального комплекса около села Байгулова Козловском районе. У каждого из участников своя семейная летопись. Прадед Алексей Юркова в 42-м году пропал без вести на полях сражений. Сегодня мы совершим мотопробег в село Байгулова Козловского района. Эти мероприятия мы хотим почтить память наших предков, которые трудились, не покладая рук, и все делали, чтобы мы жили на этой земле, отстояли родную землю. Напомним, в этом году Республика отмечает 80-летие трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. К концу года в Козловском районе появится мемориал в память об этом событии. Сегодня здесь прошел митинг-реквием. Наталья Мальчикова, Дмитрий Макаров, Республика. В памяти героев тыла посвятили и межрегиональную научно-практическую конференцию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей «Трудовой подвиг народов Поволжья». Архивисты, историки, краеведы и общественные деятели обсудили историю создания одного из самых масштабных сооружений в годы Великой Отечественной войны. Решение о строительстве оборонительных рубежей в Поволжье было принято спустя 4 месяца после начала Великой Отечественной войны. Гитлеровские войска уже вплотную подошли к Москве. Возникла угроза их продвижения вглубь страны. Тогда и начали спешно возводить оборонительные сооружения в тылу. Оборонительные рубежи Сурский и Казанский – это не только территория Чуваши. Это длинная цепь оборонительных рубежей, которая протянулась через добрые десятки разных регионов, которые вместе должны были обеспечить защиту крупных промышленных центров Поволжья и Придуралья от возможного прорыва немецких войск. Огромное количество физических и моральных сил, здоровья и времени было затрачено на строительство рубежей, которые, к счастью, не пригодились. Но практически до конца войны их поддерживали в боеспособном состоянии. Документы о Великой стройке долгое время были засекречены и поступили в научный оборот сравнительно недавно, лет 10-15 назад. А в последний год, когда в Чувашии началось предметное всестороннее изучение этой темы, возникло множество вопросов. Ответы на них можно найти только в архивных документах. Ну, наша задача, конечно, как у историков, у сообщества историков, архивистов, общества ведов разного профиля, в том числе и краеведов, собрать воедино все, что мы сегодня имеем, чтобы дальше поколения уже знали, что происходило, как происходило. В Чувашии уже вышли несколько изданий, посвященных подвигу строителей сурского и казанского рубежей. В основном воспоминания участников. Последнее, которое представили сегодня, сборник подлинных исторических документов, в котором можно по первоисточникам проследить все этапы строительства. По данным Минздрава Республики, на 1 июня 2021 года наркологическая служба выявила 28 молодых людей, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами. Все они несовершеннолетние. Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии. В этом обороте обязательно присутствуют взрослые преступники. Именно они впервые знакомят молодежь с наркотиками. По итогам 2020 года территориальные органы МВД по Чувашии пресекли 250 преступлений в этой сфере. За январь и май этого года уже 196. Что касается несовершеннолетних, то цифры обнадеживающие. Их присутствие в противозаконном обороте за пять месяцев этого года в Республике сократилось более чем в четыре раза. В основном территория Республики используется для транзита. Но понятно, что какая-то часть оседает и здесь. Отмечу, что самый большой вес изъятого наркотика почти 3 килограмма. И было это в 2019 году сотрудникам МВД изъят двух оптовых партиек, следующих транзитом через Чувашскую республику из Москвы и Санкт-Петербурга в восточную часть страны, на Урал и далее. Остальные факты носили потребительский характер. Необходимо усилить профилактическую работу, сделать ее более адресной, контролировать неблагополучные семьи, чтобы дети не стали жертвами наркопреступников. В образовательных организациях обязательно должны быть психиатры-наркологи, разговаривающие с детьми на одном языке. Чем раньше станет известно, что ребенок становится наркозависимым, тем легче его вылечить. Продолжается строительство школы на 108 мест в селе Кошмашу Маргаушского района. В очередной раз с проверкой на объект приехали представители ведомств. Напомним, срок окончания работ здесь был до 30 июня. В связи с рядом проблем он отодвинулся, но 1 сентября этого года школа должна принять учащихся. Старое здание Кошмарской школы еще 4 года назад было признано аварийным. Детей пришлось возить в райцентр, что не устраивало родителей. Поэтому в прошлом году приняли решение о строительстве новой школы. Ее должны были завершить в июне этого года. Сейчас срок окончания работ сдвинут на август. Приостановил подрядчик работу за то, что там надо было пересчитать уже нагрузки на сваи, дополнительно увеличить количество, то есть еще одну экспертизу мы прошли проект, но сейчас еще по второму, то фактически третья экспертиза надо будет проходить. Поэтому есть некоторые работы, которые сейчас проект фактически подрядчик не может процентовать. Вопрос еще остался связи с заменой покрытия. То есть покрытие было первоначально песчаной, для покрытых площадок сейчас на искусственной и так далее. Тоже смета готова, надо проходить через инспекцию, надо сейчас пройти. И, само собой, потом по источнику финансировать надо будет определяться. Сегодня на объекте трудится порядка 50 человек. Здание построено на 70%. В нем ведутся отделочные работы. Территория вокруг благоустроена на 50%. Однако, чтобы успеть к началу учебного года, необходимо увеличить количество рабочих в три раза, подчеркнула Алла Салаева, поскольку работы на объекте еще предостаточно. Изменилось и комплектование оборудованием за это время. Это тоже требует дополнительного внимания, потому что школа должна быть современна. В нее дети должны с радостью бежать учиться, а педагоги смогли на том оборудовании, которое будет установлено, внедрять те направления, которые сделают ребятишек Маргаушского района более успешными. Сегодня в Чебоксарах на доме 36-1 по улице Максима Горького открылась мемориальная доска в память об известном общественном деятеле Петре Ивантаеве. Он ушел из жизни несколько месяцев назад. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Ветераны агропромышленного комплекса хорошо помнят Петра Васильевича. Именно с его именем связано активное развитие сельского хозяйства, открытие новых производств, внедрение современных технологий. Он отдал село 40 лет жизни. Работая в правительстве, всегда помогал словом и делом. Тем, кто душой болел за родной край. У Петра Васильевича, конечно, хочется много и говорить. И он, в том числе для меня, был таким примером служения республике, как нужно стремиться, как нужно работать, делать все для людей. У каждого, кто пришел на открытие мемориальной доски, свои воспоминания о совместной работе с Петром Васильевичем. Не было в области, где бы Петра Васильевича знали, энергия не пригодилась бы. Он настолько был активен, везде он пригодился. И вот он, торжественный момент. Рос он в тяжелое время. Всегда слушал маму свою. Мама прожила очень долго, 87 лет. Всегда говорила, жить, сынок, надо так, чтобы тебя простые люди любили. Я думаю, что он исполнил заветы матери, поскольку здесь так много хороших людей, которые его чтят, уважают. Федеральная программа «Десятилетие детства» реализуется в республике с 2018 года. Каких результатов удалось добиться и что еще нужно сделать, об этом сегодня говорили на заседании Совета при главе республики. Детство должно быть счастливым, безопасным, комфортным. А это значит, что окружающая среда, инфраструктура, образование и отдых все затачивается под интересы подрастающего поколения. Ведь это будущие кадры для республики. Повышенное внимание дополнительному образованию. Им должно быть охвачено не менее 80% детей. Для детей необходимо нам создать все возможности для самореализации. И это наша задача. И через это максимально их еще и удержать, создать привлекательной жизни в Чувашии и с точки зрения социальных условий, с точки зрения рабочих мест и будущей профессии. Под особой опекой государства дети, страдающие хроническими заболеваниями. Чтобы повысить качество медицинских услуг, в республике в ближайшее время начнут строить дополнительный корпус на базе республиканской клинической больницы. И закупят современное оборудование. Кроме этого, планируется организовать детские службы реабилитации и увеличить количество специалистов в этой сфере. Разумеется, благополучие семьи с детьми во многом зависит и от их материального положения. Планируется рост получателей мер социальной поддержки семьи с детьми. Так, к концу 2027 года планируется обеспечить жильем не менее 92 многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Семьи с детьми получают такую форму поддержки по 48 направлениям на сумму более 18 миллиардов рублей. Относительно 2019 года, если мы посмотрим, то рост практически в два раза. Особое внимание уделяется многодетным семьям, которых в республике уже порядка 15,5 тысяч. Их количество относительно 2012 года, напомню, выросло более чем на 85%. И надеемся, что этот тренд у нас будет продолжаться. Очень важная тема – безопасность детей на воде, дома, на дорогах. Особенно обостряется этот вопрос с началом летних каникул. При чрезвычайных ситуациях дети теряются и не знают, кому обратиться за помощью. Не умеют принимать правильные решения. Значит, профилактическую работу надо усилить. С начала года у нас уже погибли дети на воде. У нас есть травмированные дети при пожарах. В том году мы потеряли троих детей. Все субъекты профилактики должны заниматься данными проблемами. В летние смены в загородных здравоохранительных лагерях мы пытаемся обучить их плаванию, пытаемся дать основы безопасной деятельности, показать, где возникают пожары, от каких источников. То есть учим их тем лентарным требованиям, которые можно предотвратить. Наталья Мальчикова, Бахтия Равелиев, Республика. В столице Чувашии стартовал 14-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Торжественная церемония открытия прошла в Чувашском государственном театре оперы и балета. Особенность этого года фестиваль открыл спектакль «Онегин» режиссера Натальи Семеновой по роману «В стихах Александра Пушкина». Композитор Алексей Айги. Его ансамбль «4.33» стал равноправным участником театрального действия. Там Александр Сергеевич Пушкин с миссией Онегиным стоит. Не удостаивая взглядом твердыню власти роковой, он крепостей стал гордосадом. И в холодец билый бой. Здесь не так. Пушкинское слово, дополненное удивительной музыкой, прозвучало по-новому. На сцене известные российские актеры. Даниил Страхов в роли «Онегина». Алиса Гременщикова-Татьяна, Сергей Шнырев-Ленский и Сергей Чинишвили-автор. Пушкин в данной версии, автор, дополняет три своих персонажа. Герои интерпретируют сюжет, вставляют свои комментарии. Все это сопровождается инсталляцией на экране. Текст начинает жить своей жизнью, а актеры вступают в легкую игру с классикой. Мне кажется, что у нас получилось найти какую-то новую и очень, в хорошем смысле, современную интонацию. Потому что в этом нет ни тени, такого, знаете, пыльного историзма. И несмотря на то, что читая само произведение, читая Пушкина, каждый раз, читая в десятый, в двадцатый раз, ты каждый раз задаешься вопросом, а что, собственно, случилось-то, что произошло? Но придя на спектакль и посмотрев его, у него возникнет ощущение в хорошем смысле понятности этой истории. Потому что в каком-то смысле она, конечно, про каждого из нас. Произведения великих писателей хороши тем, что каждый может трактовать их по-своему. Татьяна в исполнении Алисы Гребенщиковой в начале робкая и скромная провинциалка, а в конце спектакля уверенная и высокомерная дама. Я нашла в себе вот такую Татьяну, которую сегодня увидели зрители. Многие девочки в юности хотят быть Онегинской Татьяной. У Марины Цветаевой есть на эту тему целый фрагмент в произведении «Мой Пушкин». И у Чехова есть рассказ после театра, где тоже Пушкинская Татьяна повлияла на взросление молодой гимназистки Наде Зелениной. И, естественно, на меня это тоже в какое-то время произвело очень сильное впечатление поведением героини. Но сейчас я не могу сказать, что я что-то в себе обнаруживаю. Более того, я во многом... Я скорее на стороне Онегина. Я очень хорошо понимаю Онегина. Я в этом произведении Онегин. Музыка – отдельный герой этой сценической истории. Это не фон. Ее мощная энергетика питает спектакль. Композитор Алексей Айги и его ансамбль творят невероятное. Необычная постановка нашла отклик в зрительской душе. Больше всего меня впечатлило музыкальное сопровождение, потому что я люблю инструментальную музыку. И не ожидала даже, что будет такая постановка необычная. Свежая, так скажем, может быть, адаптированная как раз для поколения нынешнего. Но мне очень понравился спектакль. Впечатления положительные, актеры известные, голоса приятные. В некоторых моментах меня пробивали такие мурашки, такие монологи были очень эмоциональны. Я восхищалась, как вообще артисты могут запомнить столько текста. И музыка, и вот эти видеокадры – это было что-то новое для меня. Я первый раз такое подобное увидела. Очень большая благодарность. Очень было эмоционально, шикарно. Я сейчас даже слова не подберу. Вспомнилось, и как-то вот тоже, наверное, нахлынули такие юношеские эмоции. Юношеская любовь вспомнилась. Новую команду в связи с ростом мощности производства набирает предприятие «Юрма». За помощью в подборе персонала кадровики предприятия обратились в Центр занятости населения города Чебоксары. Руководители «Юрмы» встретились со своими потенциальными сотрудниками в рамках ярмарки вакансий. Подробнее об этом прямо сейчас. А я прощаюсь с вами до завтра. Благодаря надежным партнерам и инвесторам предприятия «Юрма» на старте нового витка развития, сохраняя статус стабильного работодателя. Алена Волкова хорошо знает весь конвейер. Изначально ее привлек удобный график работы и достойная заработная плата. А весь опыт и навыки она получила от наставника. Изначально я пришла на птицевабрику мастером. Затем меня перевели на должность старшего специалиста по учету сырья и готовой продукции. И год спустя я стала начальником цеха. География поставок увеличивается. В этом году мы вышли на нового контрагента, он называется «Вкусфилл». Поставка в Москву. Также расширяется линейка производимой продукции. Это пример того, что предприятие готово обучать свои кадры и предоставлять возможности для роста и развития. Вопросы качества продукции сегодня превыше всего. По модернизации производства и новая сильная команда позволят предприятию занять достойную нишу не только на отечественном рынке, но и выйти на экспорт. В перспективе на 2022 год мы планируем увеличить объем производства на 7 тысяч тонн, построить 6 дополнительных птичников. При запуске этих птичников мы сможем полностью загрузить производство по убою птицы и перейти с односменного режима работы на двухсмены. Мы получаем сертификат на эко-продукт, то есть у нас будет лейбл «Эко-эко-птица, эко-продукт». Соответственно, это расширит географию наших поставок. А это значит, заводу потребуются дополнительные рабочие руки. И это сегодня самый ценный ресурс компании. Это упаковщики, комплектовщики, грузчики. Также нам требуются механизаторы производства по транспортной логистике. Это основные направления. На сегодняшний день предприятие развивается устойчиво. Современно выплачивается зарплатная плата. Мы сейчас развиваемся в плане ввода новых торговых площадок. Почти 70 человек в рамках ярмарки вакансий смогли напрямую задать работодателю интересующие вопросы. Некоторые даже успели пройти предварительное собеседование. Пообщался, прекрасно все. Пришел пойти работу. Осталось за пенсию немножко. Два года, меньше двух лет. Вот сейчас предложили работу охраннику. Я получил, собственно, вариант на Юрме. Тут упаковщики нужны. Есть работа, есть, собственно, варианты. Ищем. При трудоустройстве предприятие гарантирует достойную заработную плату. Полный соцпакет, корпоративный транспорт и питание. А также обучение опытным наставникам. Эффективность ярмарки такова. 17 соискателей уже получили направление на работу в Юрме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова